Всем привет, друзья! С вами Закупач и у нас в Бургер Кинге. Вот он, Бургер Кинг. Покажите, пожалуйста. Вот, смотрите, какой красивый. А мы смотрим Angry Birds. Такие они классные, да? Вот это из новой коллекции. Все разные, да, которые есть. Ну, да. Ну, которые есть разные. Новая коллекция игрушек вышла. Как это? Не Happy Meal, а у них называется. Как Джуниор Абед, да? В Джуниор Абеде теперь у нас вот такие милые цыпляточки. Angry Birds. А еще познакомьтесь, это наша передвижная студия, где мы снимаем. Теперь мы это можем снимать в машине. Так, Бургер Кинг написано. 21 год, январь. О, кстати, уже заранее они подготовились. Сделана эта штука где? Из полистера. Непонятно, где это делается. А, сделана в Китае. Вот, 21 год. Сделана в Китае. И вот такая милая цыпочка. Как она? Я не помню, кто это. Какая у нас суперсила, вы помните? Я не помню. Короче, не помню, что это такое. Так, убираем ее. Вот сюда мы будем их на окно поставить. Оп. Смотрите, как красиво стоит. Такие няшки. А вот этого чувака я знаю. Это Могучий Орел. А сколько они стоили? Ты не помнишь, одна игрушка? В чеке. У Валюши чек есть. Она сейчас посмотрит. Короче, Могучий Орел. Вот жалко, что они не подписаны в Макдональдсе. Вот, кстати, можно будет сравнить с Макдональдсом. В Макдональдсе супергерои DC, а здесь у нас цыплятор. Итак, одна игрушка стоит 150 рублей. 150 рублей? Одна игрушка. 150 рублей. Они сосли с ума. В Макдональдсе, получается, стоит дешевле. И они более качественные. Короче, в Макдональдсе игрушки выглядят дороже, а стоят дешевле. Поэтому Макдональдс в этом месяце побеждает Бургер Кинг. То у Бургер Кинга были акции получше, теперь у Макдональдса получше. Так что я считаю, напишите в комментариях, как вы думаете, кто победил среди битвы игрушек. В этом месяце всегда не все в наличии. Да, мы пришли в Бургер Кинг и получается 7 штук мы их купили, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, шесть штук. Но всего сколько в коллекции, мы в конце посмотрим на сайте. О, смотрите какие. Можем сейчас ехать, и они будут у нас сидеть. Так, желтый. Желтый это флэш. Вот единственное, почему они не сделали ему нос, да? Было бы круто, если бы у него был длинный нос. Помнишь, который супербыстрый? Я называю его флэш. Я опять же не помню, как его зовут. Что-то написано. Опять же, Полистер, 21 год. Опять же, сделано прикольно. Но очень понемняшная. Но они не сквеши, нет, это просто новевая игрушка. И тем более, это простая форма, просто круг. Почему 150 рублей, я не могу понять. Зато ребенку накидать в бассейн куда-нибудь. В какой бассейн? В такой с шариками бассейн. Нет, это знаешь, куда кидать? В кольцо в туалете. На Алиэкспресс можно купить кольцо в баскетбольное в туалет. Типа, когда сидишь в туалете, когда тебе скучно, ты кидаешь кольца. И их можно использовать как мячики. Так, а, и причем, вот это нам девушка дала с кассы. С витрины. С витрины, да. Типа, с витрины вот эти штуки были на витрине. Она нам дала без вопросов на витрине. Так, а это у нас... Кто это? Открывай быстрее. Это девчонка какая-то. Это в которую он был влюблен, получается, Red? Red нет. Это, наверное, Red, в которую был влюблен. Смотри, тут нарисовано. Отсканируйте QR-код в приложении. Ни хинга себе. Так, иначе, каждую игрушку можно еще отсканировать. Да, пакеты не выбрасываем туда. Да, но у нас тут три без пакета. Angry Birds, какое-то приложение откроется. Надо будет проверить. Китай, упаковка. Интересно. Игрушка Silver. О, зовут ее Silver. Тут написано. Так, вот, ну, написано, что это Silver. А эту штуку мы берем. Мы сейчас ее отсканируем. Так, Silver вот такая няшная, но девочка. Вот. Девочка-девочка, да? Беленькая, с розовым хохолкочком. С сиреневым. С сиреневым, да. О, к нашим друзьям она. Так, этого чувака зовут Виви. Тут нарисовано. И опять же, есть QR-код. Интересно, если этот QR-код, их нужно прям собирать? Они разные? Или они все одинаковые? Вот он, QR-код. Мне кажется, что они, скорее всего, одинаковые. Может, ты собираешь какую-то коллекцию цыплят? Так, вот так выглядит Виви. Похож на авоказинку, да? Угу. Такой аккуратненький, прикольный. Да. Няшка-очаровашечка. Такой лыскочек. Чик. Ставим сюда. Можем теперь как дальнобойщики ездить, и они у нас будут стоять. Мы их это развернем лицом туда и поедем. Интересно, что будут или что люди скажут. И последнюю зовут Стелла. А, Стелла, по-моему, главная героиня. Или нет? Вообще, я все забыл. Этот мультик забыл. Он какой-то пошлый, если честно. Мультик такой пошловатый. Так, QR-код убираем. Кстати, QR-коды я вам сейчас покажу в камеру, чтобы вы их отсканировали. Так. Вот такая у нас Стелла, да? Я же Стеллу ее назвал. Я уже забыл. Тоже мячик, тоже она такая мягенькая. Но, опять же, были бы это сквиши, это было бы прикольное, да? Сквиш. Тем более, сейчас вот этот тренд на сквиши. Попыты вот на это на все. А это как бы просто мячик. Вот можно играться с ним. Вот, смотрите, я могу набить на руке. Раз, два. Ой. Раз, два, три. 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 Прикольный, прикольный, прикольный. Нет, для детей 4-х лет, мне кажется, вообще супер. Ну, как вам коллекция? Мне кажется, офигенно. Короче, сейчас мы сканируем коды. Давайте я вам покажу их сразу. Вот, если они разные. Да, давай. О, точно. Смотри, какая заставка офигенная. Так, смотрите. Вот QR-код раз. Видим? Ага. Так, QR-код. Два. Я просто не знаю, разные они или нет. Или можно одинаковые. Итак, а мы сканируем QR-код, который у нас здесь. Так, веб какой-то. Мы переходим на веб. Angry Birds. Ничего себе, что это? Запуск. Жмем запуск. Разрешить в камере. Этот сайт не может запросить разрешения. Повторить попытку. Разрешить. Наконец-то у меня получилось. Это просто запись экрана надо было выключить. И тут у нас обучение. Птенцы хотят украсить твои яйца. Жми на них, чтобы прогнать. Так, жмем на птенцов. Надавали птицам. Так, и получили рогатку за это. Так, из рогатки могу стрелять. Выбери птицу. Выбираю синенькую. Разместить. Да нет, вроде без разницы. Три, два, один. Вперед. А, это игра в дополненной реальности. Мы должны бить вот этих птенцов, чтобы они к нам не подошли. Ай-яй-яй, бьем-бьем-бьем-бьем-бьем-бьем-бьем-бьем-бьем-бьем-бьем-бьем-бьем-бьем-бьем-бьем-бьем-бьем. Нет. Надо переместить. Ай, кто-то сажал мое яйцо. И можно рогаткой еще стрелять. А-а-а, что же делать? Одно яйцо уже разъели, разбили. Они в меня стреляют. Что делать? Как-то неудачно я разместил птенца. Быстрее, используй усиление, чтобы получить яйца обратно. Что? Открой рот. Отлично. Что-то я выиграл, могу даже сохранить. Короче, это какая-то дополненная игра. Мой результат 31. Пишите в комментариях, какой у вас результат. Так, яйцо. А как я хочу выбрать другую птичку? Ага. Ну, в общем, вот такая игра получается. Дичь. Домой. О, могу домой выбрать другую птичку. К примеру, вот розовую. Разместить. Ага. Я теперь играю за розовую птичку. Кочью, это просто игра жмякалка. Ай, чуть не задавили нас. Мою птичку чуть не задавили. Обнимаемся. Ну, игруха так себе. Если бы было коллекционирование какое-то в этом смысл, то было бы поприкольнее. Использую усиление. Какое усиление? Опять вот этот рот открывать. Гол в танке! Первый раз получилось лучше. Готовы? Готовы. Представляете, друзья, а у нас фиаско случилось. У нас упал один. Нет, она в реберсе. И мы его не заметили. Да, он решил свалить от нас. Это же вот этот как раз-таки бомб, который, да? Да. Который бомб обзрывался. Самый главный персонаж. Вот из всех вот этих. Вот он на первом месте у меня. На втором желтенький. И на третьем Могучий Орел. Вот с которых у меня. Напишите, кто у вас в Angry Birds самый любимый. Вот, не считая Рэда. Вот такой у нас бомб. К сожалению, тут ничего не написано про него. А, его, наверное, тоже с витрины достали, поэтому ничего не написано. Посмотрите, какой очаровашка. А у тебя, Валюшка, кто тебе больше всего понравился? Мне розовое нравится. Желтенькое и зеленое. Да, и мы их теперь катаем. Они у нас, видите? Смотрят на дорогу, указывают, куда ехать. Красота. А мы приехали снимать акцию в Дикси секретную. И вот так мы украсили машину. Как раз тут у меня, видите, ветер дует из этих, из дырок. Поэтому тут мы слева, тут пусто. По центру есть промежуточек. И он там справа. А пока мы снимали обзор на Angry Birds. Нашли трупак спанч-боба. Бедненький спанч-боб. А вот так у нас выглядит машина. Теперь это птичий патруль. А вот мы и на официальном сайте Burger King Россия. Здесь написано про акцию. Всего 9 игрушек в коллекции. Вау, ара игра. То есть, QR-коды вам были не нужны, которые я вам показывал. Можно прямо зайти на сайт и отсюда отсканировать QR-код и играть в мобильную игру в разработке Burger King с каким-то там брендом. Вот. Злые птички. Новые игрушки Angry Birds в Джуниор-Обеде. Angry Birds вернулись в Burger King. Теперь они мягкие, пушистые. Смотри, как лампочки. Лапочки. Смотрятся, как лапочки. Давайте посмотрим рекламку. Что у нас тут в рекламке? Оу, Burger King. Они стреляют. Вот, стреляют птенчиком. Он врезался в Джуниор-Обед. Пробил нам экран. Вот что мне теперь делать? Теперь мне на компьютере пробили экран. И вот она вся коллекция указана. 9 игрушек. А с какого числа? Не написано. Странно. О, смотрите. Мое видео. Ничего себе. Ничего себе. Так, ладно. Собери всю стаю. Вот нам не выпал Red. Вот Red нам нужен. И Матильды у нас нету. Все остальные игрушки у нас полная коллекция. И опять же, вот эта игра называется Angry Birds Explorer. Вот. В дополненной реальности. Ну, игра так себе. Получается, Burger King не стали тратиться на игрушки, а потратились на то, чтобы какое-то мобильное приложение было. Ну, да ладно. Как вам акция? Мне кажется, все-таки Макдональдс победил. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok